всем привет друзья сегодня я хочу затронуть такую тему как вода в германии как многим из вас известно что в германии в воде содержится большое содержание калька многие из вас борются с этим кто-то устанавливает какие-то очистительные системы какие-то фильтра кто-то пользуется такими каннами до кувшинами отстойниками от всяких различных групп но и сегодня я хочу показать вам чем пользуемся мы какая очистительная система стоит у нас в нашей квартире у нас ребят стоит вот такой вот кран вот фирмы брита оригинальный кран даже вот надпись можете заметить что от бритый кран что это за кран это необычный кран это кран драйвеги арматуры да он представляет из себя в принципе с правой стороны получается как обычный кран холодная горячая вода здесь с этой стороны получается именно уже фильтрованная вода которую можно употреблять пищу как готовить на этой воде также можно и просто сразу же ее пить вот тоненькая струйка текет уже фильтрованная вода и толстая струя обычная холодная вода либо горячая вода да ну и маленько еще покажу что какие плюшки здесь есть у этого крана принципе их особо таких разнообразия нету здесь в этом кране стоит еще сенсор который показывает пора ли вам уже менять фильтр как можете заметить когда открываешь вот здесь такой глазочек и здесь светится зеленым желтым либо красным светом если нужно вам менять уже фильтр ну либо просто можно также нагладно наглядно определить в своем чайнике если там над или нет вот обратите сейчас внимание я открою кран и у нас уже это глазок будет гореться красным цветом надеюсь видно было не буду сильно много водой шуметь то есть ребят это говорит да о том что нам пора менять фильтр в принципе чем мы сегодня с вами и займемся а также ребят я вам сейчас хочу кратко показать переместились мы теперь ребят с вами вниз под мойку где собственно и установлен сам фильтр и сейчас вы можете наблюдать как принципе выглядит этот фильтр он довольно такие громоздкие примерно но 35 сантиметров он высоту до длину ли и диаметром примерно ну 12 сантиметров фильтр сам закреплен на такому качающим подвесим принципе установка очень легкая этого фильтра на входе из холодной воды до подсоединяется вот такой тайничок это получается выход один идет на на обычную на холодную воду для мытья посуды и также еще один выход или входа для фильтра получать здесь ходит грязная вода здесь уже выход на кран которая фильтрованная вода на котором принципе было написано слово брита все очень легко и очень просто крепишь просто напросто закрепление подсоединяя шланги через вот такой вот тройничок и в принципе все уже готово почему спросите мы себе выбрали именно кран для фильтрации воды на все в принципе очень просто очень удобно не нужно ставить где-то на столе этот кувшин не занимает место ну и в принципе если тебе нужна вода подошел открыл вот этот маленький краник можно спокойно попить либо набрать для приготовления пищи водички скажем просто быстро и очень удобно ребят также эти краны до существуют разных моделей разные формы сам кран идет но нам вот такой дизайн такой полукруглый понравился мы такой купили они также есть и квадратные формы и такие конусные но всякие разные кому будет интересно я в конце вставлю фотографии с разными моделями этих фильтров эти кранов смысле да также ребят можно еще если вы не хотите менять свой основной кран также можете докупить где-то рядом там с этой стороны допустим да либо где-то рядом поставить еще один дополнительный краник маленький тоже в принципе такие варианты есть но не в принципе подешевле спросите сколько стоит такой кран вместе со всем фильтром да совсем подвесом этот комплект но в данный момент примерно около 300 ура все это стоит сам фильтр сам элемент который меняется он стоит в пределах 40 45 евро смотря на бывает что попадешь на скидочку на ангибот ты можешь купить даже из 38 39 евро также у вас наверняка возникнет сразу же вопрос насколько же хватает этого фильтра это ребят во первых зависит от региона от вашего региона какая вода в вашем регионе это первое второе это все зависит опять же от время года весной допустим фильтра хватает на пару месяцев потому что весной где-то вода какая-то с гор спускается где-то тает снег в принципе как и везде во всем мире весной вода намного хуже для этого требуется в принципе дополнительной какой-то нагрузки дополнительно какой-то большей очистки и как я уже сегодня сказал друзья у нас горит красная лампочка то есть это говорит о том что нам нужно уже менять сам фильтр фильтр я уже прикупил вот она сейчас будем распаковывать и вместе с вами попробую кратко как-то вам показать как меняет фильтр именно на вот этом на этой системе кранов для этого крана ребят идет фильтр называется он также принципе брита да и маркировка и и уйдет по и тысяча но здесь же также показано как устанавливать но в принципе довольно таки все просто да давайте сейчас откроем покажу вам как выглядит фильтр ну и будем менять вот в принципе ребят сам этот фильтр я его распаковал модель его как я уже говорил по и тысяча называется ну вот такой вот он размером тоже я рассказал 25 30 сантиметров сверху здесь одет такой колпачок здесь как бы пломба на нем отрываем эту пломбу снимаем колпачок и вот этой вот частью здесь все смазано всего резиночки все аккуратненько и это частью этот фильтр защелкивается туда в подвижную головку ну и соответственно друзья чтобы нам поменять фильтр нам нужно с вами закрыть либо перекрыть холодную воду для этого мы перекрываем вот этот вот маленький краник и вода у нас будет перекрыта все вода у нас перекрыта и как я уже говорил у нас моргает красный глазок он и сигнализирует о том что нам пора менять фильтр нам теперь нужно с фильтра спустить остатки воды спустить с него давление здесь сзади получается у нас до находится вот такой шланга чик для спуска воды а сверху находится здесь на этой головке находится клапан клапан сдвигаешь этот и сбрасывается давление я открыл клапан здесь ничего нет ничего у нас вот не накапало ничего а теперь ребят для того чтобы снять фильтр чтобы открыть фиксатор это вот эти вот голубенькие ручки берешь их просто-напросто и вот так вот открываешь они находятся с двух сторон да и равномерно они открываются и теперь просто берешь за фильтр и выдергиваешь его вниз опа все фильтр у нас вылез принципе можете заметить да буквально пару капелек воды вот пела капнуть все довольно таки просто быстро и и сухо друзья вот я достал этот фильтр да вот старый фильтр который стоял с него в принципе чуть-чуть водичка сбегает но не в этом суть я хотел показать когда я его менял потому что здесь вот есть окошко на котором написано число смотрите 8 июня то есть этот сегодня у нас 1 февраля то есть этот фильтр простоял практически восемь месяцев а я хочу опять ребят добавить да от себя почти четыре года у нас стоит уже вот этот кран и такого результата у нас еще не было в основном в среднем до 3-4 месяца на хватает вот этого фильтра этот самый долгий раз почти 8 месяцев что в принципе очень хороший результат все вот я написал число как я сказал сегодня с 1 февраля 21 года ну и теперь устанавливаем фильтр на место ну и все ребят теперь берем наш фильтр устанавливаем сюда на место в нашу головку все фильтр мы вставили и теперь поворачиваем снова вот эти вот защелки опана ну и все ребят на этом наша замена фильтра в принципе можно сказать завершена теперь мы открываем снова с вами кран с холодной водой чтобы наш фильтр заполнился его водичка у нас не знаю слышно вам нет водичка у нас пошла сейчас оставим маленького постоять наполнится на этом ребят наша замена фильтр практически завершена что нам еще осталось сделать это обнулить обновить наш сенсор чтобы лампочка теперь дальше горела зелененьким светом настоящее время нас лампочка все еще видите моргает красным светом но нам ее сейчас вами нужно обновить для этого здесь торца на этом кране находится такой небольшой бугорочек как кнопочка для этого мы нажимаем на нее и держим буквально несколько секунд видите теперь моргает у нас сенсор зелененьким все и отпускаем это говорит о том что наш сенсор обновился давайте мы теперь откроем и посмотрим каким цветом у нас будет гореть сенсор у нас горит зелененьким цветом ребят не знаю наверно маленько шумно к вода но я стараюсь показать вам все как она есть на самом деле ничего не преувеличивая как она выглядит как она работает как она меняется но теперь наверняка думаю кого-то возникнут вопросы что сделать теперь со старым фильтром которые уже мы использовали а этот фильтр ребят выбрасываем в рест мюль в различный мусор что еще ребят хочу добавить от себя я после замены этого фильтра всегда заполняю систему и оставляют фильтр но минут на 15 на 20 постоять до наполненный с водой потом открываю кран и буквально пару минут сливаю воду все равно какая-то может быть грязь какая-то пыльца внутри фильтра есть чтобы просто это прогнать как я уже ребят и сказал в начале видео в конце видео я сейчас ставлю фотографии ну и в описании под видео внизу я оставлю ссылочки на эти краны вдруг кому-то понравится и кто-то захочет для себя приобрести мы пользуемся ребят этим краном уже около четырех лет мы очень довольны что все таки мы ушли от этого кувшина да не нужно менять постоянно эти фильтра мыть этот кувшин опять же постоянно нужно наливать воду в этот кувшин не забывать а то в нем портится фильтра теперь мы ушли от этого теперь захотела воды открыл краник попил либо набрал для готовки отличной свежей фильтрованной воды мне интересно будет какой система очистки либо кувшином либо какой-то такой системой пользуетесь вы так что пишите в комментариях очень не будет любопытно и интересно почитать чем же пользуются мои зрители друзья мы пользовались всякими и кувшинами и ставили отдельные себе краны да но вот этот вот вариант тройной экран на драйвеге все в одном крану это очень классное отличное решение что у тебя не стоит никакие дополнительные краны некие дополнительные кувшины не занимает лишнего места и лишней грязи как говорится здесь на рабочей поверхности у тебя нету все в одном это очень классно очень удобно всем рекомендуем ребят принципе недорогое такое решение не отличный фильтр спасибо ребятям туда смотрел это видео до конца если вам понравилось видео подписывайтесь ребят на канал ставьте лайки пишите комментарии ну и конечно же не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео которое выйдет у нас на канале всем пока ребят спасибо за просмотр и а да и и и и и и